САКСАГА «Поздравляю з Нового року» Сulation-трアой И ареструм. Молодец, а теперь ты. Праздника. Молодец, а теперь ты. Поздравляю всех родителям, желаю счастья, здоровья и всего-всего-всего с лучшим. Молодец. Я хочу поезжать, чтоб себе и джоёвы, и чтоб все не поели, и попрямят дети и взрослые. Молодец. Желаю, чтоб никто не болел и всегда было хорошее здоровье. Молодец. Давай, ты тоже? Я желаю всем моим неродным людям и всем-всем, чтоб они были счастливы, здоровы. Я вот смотрю, ты уже, наверное, с этими девочками знаком давно или нет? Да? Давно? Сколько знаком? Пять лет или шесть. Ого, боже мой, пять лет. Самому-то пять, а тебе сколько лет? Пять. То есть все пять лет, все пять лет уже с ними знаком, правильно? Это твои будущие невесты или нет? Да. Два? Сразу две? Да. Выбирай. Вот. Говорит уже, выбирай, и всё. Кого выбираешь? Этвы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вечерние карнавальные костюмы сегодня нашим деткам представила дизайн-студия «Антураж». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что можно найти? Какие наряды можно найти? Это сказочные персонажи? Это какие-то карнавальные костюмы? Что это? Ну да, у нас в принципе мы начинаем работать с детками от шести месяцев, то есть это идут и вечерние платья, смокинги, фраки, а также карнавальные костюмы, причем одеток разного возраста. Скажем так, что-то изготавливаем на заказ, что-то есть у нас в наличии. Но всегда стараемся не повторяться, даже не то, что стараемся, это наш девиз. Одинаковые костюмы мы принципиально не шьем. Что вдохновило вас на этот показ? Как пришла идея и кому, собственно? Ну, в общем-то, честно говоря, с подиум-баром мы работаем первый раз. Индея возникла спонтанно, организовались очень быстро, так как праздник все-таки детский, Рождество, это всегда какая-то волшебная сказка. Мы решили устроить именно первый показ детский. Ну, так как я еще сама мама, для меня этот праздник вдвойне приятен, потому что мой ребенок еще маленький, он не совсем подиумный, хотя показы были уже. Но тем не менее, я понимаю, что для него этот долгожданный праздник, поэтому мы решили, чтобы не терять время в этом году, начать именно с этого дня, потому что это волшебство, сказка и очень запоминающие события. Насколько вообще вот сейчас уже популярно, да, вот брать в аренду или покупать для детей костюмы, карнавальные наряды какие-то и так далее? Сейчас это очень актуально, потому что, ну, как-то прошло то время, когда мы ходили все в костюмах одной фабрики или одного отелье, все одинаковые, все, ну, как бы, одного фасона или там какой-то ткани определенной. Сейчас у нас, как бы, детки уже балованные, и они хотят чего-то, какой-то индивидуальности, хотят какого-то, ну, к нему, ну, какую-то особенность именно каждого ребенка, поэтому это достаточно пользуется большим спросом, особенно перед конкурсами мы готовим, как бы, полный образ, вот, создание целого образа до каких-то деталей. Аленочка, сегодня вы сделали настоящий праздник, я думаю, сказочный праздник для всех гостей подиум-бар. Необычное Рождество у вас получилось с детками, и, ну, это было, по-моему, незабываемо. Как пришла идея? Я так понимаю, что организатором этого всего была ты, правильно? Да, да, все правильно. Да, идея мне такая пришла в голову, потому что, ну, я считаю Рождество, в принципе, тем праздником, который нужно отмечать больше, чем Новый год, и обширнее, и вместе с семьей, семейный праздник. Поэтому, как бы, всем, я думаю, уже надоело, вот, обычные показы, девушки, ну, это было бы, как всегда. Мы решили сделать что-то особенное, что-то волшебное, что-то сказочное. Где-то, как всегда, есть что-то такое вот незабываемое, которое вот остается и запоминается, и для них очень классный праздник получился. А, собственно, кто стал моделями? Модели – это наши друзья, наше возведение, все захотели поучаствовать, как только предложили, сразу согласились, дети очень счастливы. Как часто будут проводиться вот подобные мероприятия, и вообще вот есть в перспективе эти мероприятия? Да, детям очень понравилось, ну, и мне понравилось, как это проходит, такую изюминку добавляют во все проведения показов. Я думаю, что да, но мы это будем проводить в связи с какими-то праздниками, скорее всего, чтобы это к чему-то привязано было, чтобы это волшебство вы смогли вспомнить, вспомнить о нашем празднике. Это замечательно. Подиум-бар и, собственно, ты, наверное, должны поздравить наших зрителей и всех гостей Подиум-бар, и людей, которые просто любят хороший отдых с Рождеством. Поздравляем всех зрителей с Рождеством и желаем вам много волшебства. Дякуймо вам, шановні глядачі, за то, что были разом с программой Падди Тайм. Не забывайте нас дивиться каждую среду, пятницы и суботи о 23.15 на телеканалі «Фаворит» та на розважальному порталі «Харьков про отдых». Побачимось! 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 Субтитры сделал DimaTorzok